Скажите, пожалуйста, какова вот тут сейчас в этом всем психозном военном раскладе роль маленького фашистика по сравнению с Путиным Лукашенко и Республики Беларусь и этих разговоров вокруг того, что армию будут использовать белорусскую, но армия против будет саботировать? — Лукашенко — человек, который давно выжил из ума. Это чистый подонок, это тоже фашист, он не маленький фашистик, он фашист. Это человек, который подмял под себя прекрасный миролюбивый народ Беларуси. Это человек, который сегодня выживает только на российских штыках и понимает, что как только он в сторону уйдет только от лояльности к России, ему каюк, кранты, конец. — Поэтому Лукашенко, для того, чтобы подтвердить свою лояльность Путину, наверняка попытается в ближайшее время бросить белорусские войска на Украину через Волынь и через Ровенскую область. Через Луск, через Ровно, давайте скажем так. Да, эти планы у него есть, и наша разведка об этих планах знает. Я, пользуясь случаем, хочу обратиться к белорусам, которых очень люблю, и просто этот народ белорусский многострадальный, он у меня в сердце. Дорогие белорусы, как только ваш обезумевший лидер бросит вас воевать с украинцами, перейдя границу, сразу сдавайте. Даже не ходите к нам, сдавайтесь сразу, вам обеспечат прекрасное существование. Кто захочет стать гражданами ЕС, будет гражданами ЕС. Кто захочет воевать против Лукашенко, мы вам дадим оружие. Сразу сдавайтесь, не идите против украинцев, потому что, смотрите, мы вооружены прекрасно. У нас огромное количество новейшего западного вооружения. Мы будем убивать всех, кто придет на нашу территорию с войной. Всех. Поэтому пусть Лукашенко даже не думает. Если только он это сделает, мы будем атаковать его и тех, кого он пришлет на всех направлениях. У нас хватит сил, у нас хватит решимости, у нас хватит оружия, и наше дело правое. Мы победим. Продолжение следует...